МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет аналитическую программу «Время говорить итоги недели». Как обычно, мы подведем черту под рабочей пятидневкой, попробуем разобраться, что там спрятано между строк официальных информационных сообщений, почему в нашем родном городе происходят те или иные события. Коротко о некоторых темах сегодняшнего проекта. Машин в пешеходных зонах не будет. Это клятвенное обещание получено нами от чиновников Рязанской мэрии. Трагическая свалка. Еще один гастарбайтер попал под бульдозер на городском полигоне отходов. Опять взялись за наши годы. Российский министр финансов намекнул, что пенсионный возраст в стране все же надо повысить. Даешь детсады. В 2014 году в Рязани планируется ввести как минимум три новых детсада. Администрация города объявила конкурс названий. Итак, начнем. На этой неделе мы продолжили исследование вопросов о парковках и движении автотранспорта в пешеходных зонах Рязани. Проблема отнюдь не нова. Например, не так уж и давно ломались копья вокруг предмузейного пространства на улице Павлова. Глава муниципалитета, а это был еще небезызвестный Федор Паваторов, торжественно заверил, улица отныне неприкосновенна. В Твери Паваторово в Рязанской номенклатуре нет, и улица Павлова может читаться пешеходы в очень и очень ограниченных пределах. А уж на улицу Почтовый из репортерских команд не ходил, только ленивый. Ну, нет бывало новостей у информационных служб, так поехали на подбелку, как многие до сих пор по старинке называют Почтовый. Потому что точно машин прорва, а запрещающий знак стыдливо ржавеет. Острый сюжет обеспечен. Вот теперь ситуация вроде бы начинает меняться в лучшую сторону, но, как выяснил наш автор Глеб Галушкин, до решения всех проблем Рязанских пешеходных зон еще далековато. Перед новогодними праздниками улицу Почтовую полностью оградили от автомобильного движения крепкими железными ограждениями и бетонными клумбами. Однако буквально через пару дней ограждение со стороны улицы Мюнстерской таинственным образом исчезло. Кто его срезал, до сих пор неизвестно. Впрочем, вскоре оно появилось вновь. Городские власти твердо обозначили свою позицию. Почтовая должна быть исключительно пешеходной. Инспекторы ГИБДД предупреждают, что штраф за незаконную парковку в пешеходной зоне составляет 2000 рублей. Данная улица, она считается пешеходной, о чем говорят соответствующие знаки пешеходная дорожка. Вот, в настоящее время тут нарушителей нет. Но в вечернее время самые недобросовестные наши водители проникают на данную улицу. И как по тротуарам в нарушении тренинга ПДД. Хочется отметить, что данный вопрос госавтоинспекция контролирует. Только за прошлый год было составлено около 200 постановлений за нарушение данного дорожного знака. Хочется призывать всех водителей уважать других участников дорожного движения, потому что мы все с вами бываем пешеходами. Вот, и те места, где можно просто погулять, отдохнуть, чтобы они были без машин. Вот, штраф за данное нарушение составляет 2000 рублей. Сейчас заезд и незаконная парковка автомобилей на пешеходной зоне почтовой улицы стало вроде бы невозможно. Чего нельзя сказать о соседнем Лыбецком бульваре. Фактически он превратился в бесплатную автостоянку. Причем как возле Рязанского цирка, так и возле центрального рынка. Впрочем, чиновники Рязанской городской администрации обещают установить и здесь ограждение. Там, где у нас есть подход к центральному рынку, тоже будем ограничивать для движения, передвижения только пешеходов. Также планируем ограничить доступ в районе нашего цирка городского. Что ж, будем ждать, пока рязанские чиновники выполнят свои обещания. Прекратят незаконную парковку и сделают Лыбецкий бульвар полноценной пешеходной зоной. Кстати, на этой неделе заместитель главы администрации Рязани Юрий Бабушкин в эксклюзивном интервью нашей программе пообещал привести в порядок пустырь на Лыбеде между путепроводами на улицах Маяковского и Чапаева. На необходимость обустроить эту территорию, в частности, указывали рязанские велоактивисты. Планируется по набережной Лыбеде между мостами, которые находятся на улице Маяковского и на улице Яхонтово, обустроить, скажем так, спортивно-игровую зону. То есть там будут и детские площадки, будут две спортивные площадки. Саму набережную также планируется благоустроить, установить освещение, установить скамеечки для отдыха, зеленую зону привести в порядок. Будет детская игровая площадка и две спортивные площадки. Одна площадка игровая, вторая будет площадкой силовая, плюс организован зона отдыха гуляющих. И на этом же участке предусмотрена велодорожка, которая перспективная, которую вдоль всего города мы планируем провести. Но так как эту зону мы уже сейчас планируем обустраивать, то естественно она попадает в этот проект в том числе. Работа, по словам чиновника, планируется начать в теплое время года. И уже летом на месте нынешнего пустыря должна появиться полноценная зона отдыха. Отстаивать пешеходные зоны рязанская общественность начала давно. Однако дальше пламенных обещаний дела не доходило. Сейчас, похоже, наличествует конкретный план развития и защиты этих территорий, что не может не обнадеживать. Вообще народная активность в плане отстаивания общественных интересов многое значит и многое может. Особенно, когда людям удается привлечь к нашим общим тревогам внимание прессы. Тогда результат, как правило, не заставляет себя ждать. Об этом на торжественном собрании в ознаменовании Дня Российской Печати в понедельник говорил и губернатор Олег Ковалев. Особо начальник области подчеркнул роль прессы как информационного источника народных чаяний. Схема проста. Народ возмущается, пресса поднимает шум, власть реагирует. По крайней мере, такая обойма все чаще выдает на гора прицельные выстрелы. Об этом говорил Олег Ковалев, приводя в качестве примера недавнюю историю с планом застройки Есеницкого-Константинова. Охранную зону заправить на пересенье. Мы не допустили ошибки, потому что, да, вынесло в Министерство культурно-сайт, но после того, как СМИ начали эту тему реформировать, то проблемы, которые могут возникнуть, я задумался, а нужно ли принимать. И знаете, почему поговорил в ЗАГО? Только потому, что общество не готово к тому, чтобы строго следовать тех законов, которые мы принимаем. То есть, даже устанавливаемую охранную зону, зону регулированной состройки, мы не можем с вами гарантировать, что в зону регулированной состройки кто-то слева не зайдет и не построит там кофе, что на три этажа. Верно, да? Значит, рано принимаем такое решение. Значит, пусть эта охранная зона будет гораздо шире и больше. То есть, нужно закрывать гораздо большую территорию, и все, и нельзя. На этой неделе планами городских властей по разгрузке самых напряженных автодорог в Рязани, в том числе Московского шоссе и улице Есенина, поделился с нами заместитель главы администрации города Юрий Бабушкин. Так уж получилось, что само слово «оптимизация» вызывает у народа устойчивое чувство тревоги и уныния. Сократят, упразднят, поувольняют и так далее. Здесь же дело другое. Действительно, некоторые наши дороги напряжены, особенно в часы пик, словно мышцы атлета, ну или по-другому натянуты струной. И здесь без вмешательства муниципальных властей точно не обойтись. Вот как видят будущее дорог в Рязанской мэрии. Заторы и пробки на Московском шоссе стали уже привычным явлением для рязанских автомобилистов. По словам чиновников городской администрации, одним из вариантов разгрузки этой магистрали станет так называемый дорожный прокол из Приокского на улицу Крупской. Одним из вариантов решения – это соединение Московского шоссе в районе выхода путепровода с Приокского и соединение с улицей Крупской, то есть с заходом в районе кинотеатра Москва и с последующим проходом, ну практически прямой трассой на улицу Крупской. Будет, планируется организация полноценного движения, как минимум две полосы в каждую сторону планируется организовать, с организацией всей дорожной инфраструктуры, то есть это въезды в прилегающие дворовые территории, организации пешеходного движения, организации зеленых зон вдоль. Еще одно проблемное место в смысле дорожных пробок – это заезд на путепровод на улицу Есенина, а также пересечение улиц Спортивный с Галенчинским шоссе. Здесь планируется расширить проезжую часть и, возможно, организовать круговое движение. Также в планах переустройство дорожного движения на пересечении улиц Есенина и Полевой. Планируем как бы переорганизовать движение в районе пересечения с улицы Полевой по улице Есенина. То есть поворота левого, если по выезду с путепровода его не будет. Поворот на улицу Полевая будет организован чуть дальше с разворотом на перекрестке по улице Маяковского. Улица Колхозная сейчас закрыта для автомобильного движения, да и дорожное полотно здесь, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии. Вскоре, по словам Юрия Бабушкина, после соответствующего ремонта она станет дорогой-дублером улицы Есенина на этом участке и поможет разгрузить транспортный поток в этом районе. В текущем же году планируется по улице Колхозной провести реконструкцию дорожного покрытия и организовать выезд в районе завода сам бывшего с улицей Горького. Если на Московском шоссе возможные изменения в дорожной инфраструктуре пока в стадии планирования, то перемены в районе улиц Есенина, Полевой, Спортивной и Колхозной не заставят себя долго ждать. Работы здесь начнутся уже в этом году. Вы смотрите аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить итоги недели. Вот что будет во второй ее части. Трагическая свалка. Еще один гастарбайтер попал под бульдозер на городском полигоне отходов. Опять взялись за наши годы. Российский министр финансов намекнул, что пенсионный возраст в стране все же надо повысить. Даешь детсады. В 2014 году в Рязани планируется ввести как минимум три новых детсада. Администрация города объявила конкурс названий. Продолжаем программу. Всероссийской темой недели стал, пожалуй, Гайдаровский форум в Москве. Его организаторы позиционируют события как одно из крупнейших на международном уровне. Проводится форум, напомним, с 2010 года в память о Егоре Гайдаре, известном идеологе о российских реформ 90-х годов. Сказано было много, и политологи еще не раз, и не два будут анализировать итоги форума. Что-то удивило, что-то заставило задуматься. А вот растревожил умы россиян министр финансов Антон Силуанов. В рамках Гайдаровского форума он взял, да и призвал всех вернуться к обсуждению пенсионной реформы и все-таки рассмотреть возможность повышения пенсионного возраста. Это при том, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял, в том числе и в последнее время, что в стране нецелесообразно повышать пенсионный возраст. Так что министр, как сказал, не очень в струю. На том же форуме коллега Силуанова, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, высказался против повышения пенсионного возраста, в частности, и потому, что продолжительность жизни у нас в стране пока очень низкая. В 2012-м средний россиянин едва дотягивал до 70-ти, в году в 2018-м нам отводят в среднем 74 года жизни. Куда уж там повышать. На этой неделе мы обратились за комментариями в местное отделение пенсионного фонда. Чего же там думают по поводу высказания главы российского Минфина и возможного повышения пенсионного возраста? Руководитель регионального отделения фонда Геннадий Пашин сообщил, есть закон, в котором границы пенсионного возраста прописаны четко. Все остальное, как говорится, от Лукавого. Ну, от себя добавим или от министра финансов. 30 декабря 2013 года был принят федеральный закон о страховых пенсиях. Сегодня этот федеральный закон идет под номером 400, и этот федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. В рамках этого закона внесены соответствующие изменения в пенсионное обеспечение граждан нашей страны, которые тоже начнутся именно с 1 января 2015 года. То есть они в основном коснутся тех граждан, которые начнут свою трудовую деятельность с этого времени или в более поздние периоды. Потому что те пенсионные права, которые были заработаны гражданами до 1 января 2015 года, они за всем будут сохранены и конвертированы в рамках этого закона. Но в случае уменьшения заработанных пенсионных прав по этому закону будут оставлены в прежние права, в прежнем размере. Те размеры пенсии, допустим, или пенсионных прав, которые увеличатся в рамках нового закона, тогда мы будем переводить граждан на более высокие пенсии и выплаты. Ну, нет ничего удивительного, что несмотря на мнение президента и принятый закон, высшие чиновники вновь поднимают уже, казалось бы, решенные вопросы. Видимо, это уже в традициях высшего эшелона власти. Вот, например, и тема зимнего летнего времени взяла, да и всплыла вновь. В президентство Дмитрия Медведева его отменили. А теперь прошла информация, что после сочинских игр опять вернут. Любопытный аргумент привел в защиту обратного хода времени депутат Госдумы Владимир Гутенев. Он выступил за зимний перевод стрелок, заявив, что у российских мужчин, по его сведениям, уже наблюдается снижение любвеобильности. Вот, как. И это дело сильно беспокоит антрологов и, разумеется, раздражает женщин великой и могучей Родины. Мнения россиян по поводу возвращения зимнего времени разделились. Всероссийский Центр изучения общественного мнения приводит такие данные. Опрос граждан показал, что эти самые мнения разделились практически поровну. 30% за, 30% против, а 33% безразличны к этим временным заботам. А что касается повышения пенсионного возраста, то до него, как говорится, еще дотянуть надо. Это при нашей организации труда вообще становится своего рода подвигом. И каждому дано, как говорится. Вот печальный пример. На Рязанской городской свалке бульдозером задавила иностранца. Рано утром 15 января этого года на полигоне по утилизации промышленных и бытовых отходов кредитно-потребительского кооператива граждан региональной инвестиции был смертельно травмирован гражданин республики Узбекистан 1995 года рождения. По предварительным данным, бульдозерист, выполняя свои профессиональные обязанности по расчистке территории свалки, совершил наезд на молодого человека, который не являлся работником кооператива и не должен был находиться на его территории в зоне действия бульдозера. По данному факту, железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства гибели молодого человека, а по ее результатам будет принято процессуальное решение. А сегодня мы немного покопались в архивах, да и уточнили, что около года назад на зловещей свалке, опять-таки под гусеницами бульдозера, также погиб житель Узбекистана. Ну, прямо заколдованное место какое-то, это наша свалка, не иначе. Бульдозеристы тогда судили, но дело прекратили за примирением сторон. Родственники гастарбайтера не настаивали на дальнейшем судебном преследовании тракториста. А в конце ушедшего года, а именно 21 декабря, на гражданину Узбекистана, который вместе со своими коллегами очищал хранилище, обрушился в фатальный пласт сухого битума. Дело было на заводе «Шинглаз». Далее в программе криминальный дайджест недели от Глеба Галушкина. В начале недели рязанские полицейские провели масштабный рейд по мигрантам. В первую очередь стражи правопорядка прошлись по местам проживания гастарбайтеров. В отделы полиции Рязани доставлено почти две сотни иностранных граждан, у которых, казалось, не все в порядке с документами. Было проведение рейдовыми мероприятиями, направлено на профилактику преступлений и правонарушений, а также лица, совершающих административные правонарушения, не преступления. В основном были задержаны граждане Узбекистана, у большинства которых имелись различные правонарушения. Также полицейские продолжают рейды по рюмочным. На днях они прибыли на улицу Пушкина, где с 2010 года процветает мини-кафешка. И выяснили, что лицензия на продажу крепких алкогольных напитков уже просрочена, а новая бумажка на руках хозяйки заведения пока отсутствует. Выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии на право розничных торговых данным видом продукции. В данном торговом зале лицензии, либо копии, заверенные в установленном порядке, отсутствуют. Что является одним из оснований, предполагается, что лицензия на право розничной продажи алкогольной продукции в данном заведении отсутствует. Алкоголь полицейские из этого заведения изъяли. Впрочем, по их словам, это делают они уже далеко не в первый раз. Нелегальный алкоголь полицейские изымают не только из подобных питейных заведений, но и из частных домов, где не менее бойко ведется продажа самопального пойла. На этой неделе на улице Крупской полицейские задержали пьяного мужчину, который открыл стрельбу из травматического пистолета в магазине. Стрелок, пребывая уже в полицейском отделе, пояснил свои действия довольно просто. Пацанчики не понравились. Я пришел в магазин, выпить вина. Потом у нас не случилось соответствия с ребятами, которые там пили. Один из них вытащил пистолет. Начал за мной гоняться. Ну, соответственно, у меня оказался свой пистолет. Травматический. Я начал открывать огонь по нему. Ну, ребята этого не поняли. И накинулись на меня все вместе. То есть силы были неравны? Да, силы были неравны. На этой неделе отметила свою годовщину прокуратура России. На протяжении вот уже 292 лет прокурорские работники следят за соблюдением законности. Приоритетными направлениями работы в этом году остается борьба с коррупцией, экстремизмом, а также защита прав граждан. Несомненно, что наиболее приоритетным для нас в настоящее время является состояние прокурорского надзора и его организации по противодействию коррупции. И основной упор мы сейчас делаем на профилактическую составляющую. То есть организуем, проводим свою работу так, чтобы профилактировать коррупционные проявления. В этой сфере прокурорами предназначена также большая работа. Во-первых, это проведение антикоррупционной экспертизы. Мы за 2013 год проверили с лишь 18 тысяч нормативно-правых актов и проектов нормативно-правых актов. Это, как вы понимаете, огромный объем работы. На этой неделе рязанские наркополицейские задержали цыганку наркоторговку. Во время обыска в квартире на улице Энгельса, где обосновалась дама, оперативники обнаружили кокаин и метадон. Причем сразу же стало ясно, что изъятая партия синтетического наркотика – одна из крупнейших за всю историю региона. Данная женщина цыганской национальности периодически приезжала в город Рязань к своим родственникам. И в то время, когда она посещала своих родственников, к ней съезжались курьеры из различных областей России, которые получали у нее за деньги наркотики. В отношении задержанной цыганки возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к сбыту наркотиков в особо крупном размере». На этой неделе появилась новая информация о строительстве в Рязани детсадов. Начальник городского управления образования Виталий Геренкин рассказал нам о проекте по народному конкурсу названий для новых детских садов, которые должны открыться в Рязани в этом году. А конкретику о строительстве садов удалось получить у заместителя рязанского мэра Антона Воробьева. На недавно объявленный администрацией Рязани конкурс названий для трех новых детсадов горожане прислали уже более 20 разных вариантов. Действительно, это, на мой взгляд, интересно, когда жители города принимают активное участие для того, чтобы выбрать название «Трем детским садам». 14 числа некто Ирина слала название по улице Кольная «Детский сад Умница», по ДПР-5 от Васильевский переулок «Дом 1» «Малинка». Но есть и другие интересные названия «Божья коровка», «Львенок», ну и так далее. В микрорайоне Кольное, рядом с 73-й школой, сейчас идет внешняя отделка здания. Рабочие обкладывают детсад утеплителем, а в некоторых местах фасада даже облицовочной плиткой. Садик рассчитан на 200 детей. Работа полным ходом ведется и в новом детсаду в микрорайоне ДПР-5. Здесь так же, как и в Кольном, планируется оборудовать детский бассейн. Кстати, уже сейчас в недостроенных пока детсадах назначены заведующие. Как считают в городской администрации, такой контроль со стороны профессионалов положительно скажется на строительстве и отделке дошкольных учреждений. А детсаду на улице Горького предстоит масштабная реконструкция и благоустройство прилегающей территории. Это полностью новые два детских сада, которые в рамках планирования территорий этих двух микрорайонов давно уже были запроектированы, но построены благодаря средствам федерального бюджета и областного. Но начали строиться в прошлом году, в этом году эти детские сады уже примут детей. Третий детский сад на сегодняшний момент – это бывший детский сад номер 111, расположенный на перекрестке улицы Есенина и Горького. Ранее он принадлежал Ростелекому. В конце прошлого года мы с Ростелекомом, соответственно, у Ростелекома это имущество забрали. И в этом году планируем детский садик привести в порядок, то есть это работа по утеплению фасада, проведение ремонта внутренних помещений для размещения групп, благоустройства прилегающей территории. Ну и он готов будет разместить порядка 120 детей. Конкурс названий для новых детсадов продлится до конца февраля. По его итогам комиссия определит победителя, авторы лучших идей получат призы от городской администрации. Свои предложения можно оставлять на сайте администрации города Рязани, портале прорязань.ком, а также сайте информационного агентства «Семь новостей». Напомним, организаторы конкурса названий детсадов просят уточнять, для какого именно садика оно предлагается, а также указывать телефон или адрес электронной почты для обратной связи. Так что придумываем название детским садикам, ждем возвращения зимнего времени, а также возможности свободно гулять по пешеходным зонам и других позитивных новелл, обещанных рязанским руководством. Но на начальство, надеюсь, а сам не плаша, и будем вместе присматривать за нашим городом, действуя по принципу, если не я, то кто. Хороших всем выходных, доброй погоды, здоровья и оптимизма. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!